Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 28 сентября. Как всегда пройдемся по всем знакам. Детям мы вытащим вкладную карту для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых клубных. Тройка. Тройка чаш. Какой-то праздник, хорошее известие. Здесь такое очень хорошее настроение. Здесь будет повод что-то отметить, порадоваться чему-то, повеселиться. Проведете это время в хорошей компании. Может быть, вас гости пригласят. Может быть, вы будете встречать гостей в этот день. Также еще, если вы давно не общались или не собирались со своими друзьями и подругами, в этот день, может быть, просто решите собраться куда-то вместе, сходить, например, в ресторан, в кино или еще куда-то. И просто повеселиться. Это как веселье, это вечеринка, это какое-то мероприятие. Еще, если вы ждете каких-то известий, либо новостей, потому что вы делаете что-то, у вас есть какие-то действия, и, может быть, вы от кого-то ждете какой-то результат, допустим, даже, или новостей, как я сказала, то это будет очень хорошее, радостное известие, либо результат. Потому что здесь именно что-то вас будет радовать, когда будет повод поднять бокал и отметить что-то. Кого интересует, это, может быть, новости, связанные с беременностью, либо рождением ребенка, пополнением семьи. Телец. Карта звезда, старший аркан. Исполнение желания чувствует себя в этот день как звездой. Это может быть в центре внимания, когда кто-то будет, может быть, под вашим подчинением, либо выполнять ваши прихоти, либо, может быть, вам нужно будет именно руководить чем-то в этот день, когда вы именно в центре, и на вас обращают внимание. Еще в плане того, что как достичь желаемого или дотянуться до своей звезды, может быть, какое-то желание реализуется, ваша мечта исполнится в этот день. Здесь также были какие-то надежды, веры глубокие, когда вы очень сильно во что-то верили. И, наконец-то, здесь что-то происходит, когда вам что-то нравится, когда желание исполняется, когда настроение очень хорошее, когда все события вокруг вас складываются, знаете, так, как вы хотите, так, как вы мечтали, допустим. Вы знакомитесь, может быть, с какими-то популярными людьми, с блогерами или, может быть, с знаменитостями. Может быть, вы со знаменитостью будете общаться, допустим. Может быть, вы куда-то на концерт идете, там, автограф будете брать у знаменитости какой-то. Это, к примеру, говорю, или, может быть, к блогеру какому-то напишите. Или, может быть, вы сами блогер по профессии. Вы занимаетесь каким-то онлайн-бизнесом. И здесь вы вдруг станете популярными. Вас воспринимает публика, вы становитесь такой яркой звездой. Ну, то, что вы планируете видеть в этот день, все должно произойти как бы на ура. Близнецы. Карта МАП. Старший Аркан. Делать какой-то первый шаг. Потому что здесь вы опытный специалист, мастер. Вы что-то очень-очень хорошо умеете делать. Например, переговоры какие-то вести. Вы владеете несколькими языками. Здесь как будто нужно будет в этот день применить ваши какие-то знания, ваш какой-то опыт. Потому что Вселенная вам здесь подсказывает то, что у вас есть все ресурсы, все возможности для того, чтобы добиться своей цели. Самое главное не бояться. Будьте уверенными в себе. И действовать, начинайте делать этот шаг. Потому что здесь ничего, нет никаких преград для того, чтобы что-то, может быть, помешало или остановило ваши какие-то цели, допустим. Поэтому самое главное, наверное, начинайте, действуйте, делайте. Или, может быть, еще, когда вы будете в роли учителя, учителя, наставника для кого-то. Может быть, вы будете набирать набор студентов. Допустим, проведете какой-то курс онлайн. Да, потому что вы что-то очень хорошо умеете делать, либо продавать. Здесь что-то. Может быть, маркетолог по профессии, либо что-то связанное с технологиями. Или, может быть, пойдете обучать детей, например, или кого-то иностранному языку какому-то. И здесь будете, может быть, открывать свою школу или набирать какой-то, не знаю, фокус-группы или онлайн какая-то группа будет здесь, обучение, допустим. И вы станете вот этим учителем, наставником для кого-то. Или наоборот, когда вы ищете учителя, хорошего специалиста, судя по этой карте, вы его найдете. Но вы здесь будете пытаться идти по стопам своего учителя. Здесь вот такой вот волшебник, да? Когда вам нужно стать этим волшебником, вам нужно стать этим магом в этот день и творить какие-то чудеса. Рак. Карта умеренность, карта спокойствия, карта баланса, карта стабильности. Когда не нужно суетиться, не нужно переживать, волноваться по какому-то поводу, просто нужно расслабиться. Это как научиться расслаблению какому-то, успокоиться и довериться Вселенной. Что все то, что вы хотите, к чему вы стремитесь, здесь все будет, все получится, все идет своим чередом. Здесь не нужно суетиться и пытаться опережать каких-то событий, потому что, знаете, если вы начнете опережать события, то здесь результата вы так скоро не получите, потому что все равно вы будете, знаете, получать результат тогда, когда вы должны будете получить. Поэтому здесь не нужно лишний раз суетиться, просто, наверное, успокоиться. Вот, потому что это достаточно гармоничная карта. Еще, наверное, здесь нужно будет найти какой-то баланс в этот день. Баланс может быть в питании, может быть в отношениях, может быть в финансах. Это в зависимости от вашей личной ситуации. Когда мы говорим о питании, может быть, это соблюдать какую-то диету. Поменьше, может быть, есть сладкое. Или, может быть, не знаю, вы едите им чересчур много острое, допустим. Здесь вот такая вот какая-то балансированная пища, может быть, для вас, для вашего здоровья. Поэтому это я, к примеру, привела. У кого-то, может быть, наоборот, нужен будет баланс в финансах. Здесь вот немножечко нужно будет что-то сбалансировать в этот день. Лев. Четверка. Четверка, чаш, какое-то недовольствие, разочарование. Когда вы будете выплескивать свои какие-то эмоции и показывать свое раздражение и недовольствие по отношению к кому-то. Будете без настроения. Это как будто, знаете, смена настроения в течение дня. Либо, может быть, обиды какие-то. Или, может быть, здесь кто-то вас куда-то пригласит, и вам не понравится что-то. Или кто-то предложит вам что-то, от чего вы будете отказываться. Потому что здесь именно когда человек чувствует себя немножечко унылым, депрессивным, когда он задумывается о чем-то, когда он чувствует себя очень эмоциональным, и когда он захочет, чтобы на него обратили внимание, чтобы его пожалели, полелели, как говорится, выслушали его. И еще, может быть, здесь такой вариант, когда захотите побыть в одиночестве. Не захотите какого-то общения, не захотите, может быть, каких-то встреч, а просто захотите побыть в одиночестве в этот день. Или, может быть, что-то может не понравиться, от чего-то захотите отказаться. Или это просто момент ожидания, когда вы ждете кого-то, или предложение, может быть, какое-то, вы ждете от кого-то. Но судя по этой карте, здесь может проиграться так, что обещают одно, но в результате будет совершенно другое. Так что учитывайте это. Дева. Четверка. Четверка мечей. Это карта, знаете, отдыха. Это карта ретрита, санаторий либо больницы. Здесь, может быть, вы будете ходить на какое-то обследование, может быть, не здоровится вас, вам есть какое-то недомогание, может быть, будете проходить какую-то процедуру. Это может быть ретрит, санаторий, когда вы берете отпуск, потому что здесь переутомление, выгорание, когда человек очень сильно устает. И вот здесь нужно будет обратить внимание на себя, на свое самочувствие. Либо, может быть, вы кому-то пойдете в больницу, кого-то навещать, допустим, здесь, может быть, кто-то из близких лежит в больнице, и здесь вы кому-то пойдете навестить кого-то, допустим. Что еще здесь может быть? Это может быть момент ожидания. Это какая-то пауза в каких-то ваших делах, когда вы ждете, ждете каких-то известий, документов, информации, какого-то звонка. И что-то, чего-то вам нужно будет подождать, прежде чем действовать дальше, допустим. Или вы самостоятельно делаете какую-то паузу в каких-то делах ваших, потому что нет уверенности, или вы чего-то не знаете на данный момент, или, может быть, здесь не захотите торопиться с какими-то выводами. И вот здесь вот именно как будто захотите немножечко понаблюдать за какой-то ситуацией, либо дать себе возможность обдумать тщательно, прежде чем, может быть, действовать дальше. Весы. Королева жезлов. Активность здесь такая, когда вы будете проявлять свои лидерские, извините, качества. Когда вы будете брать что-то в свои руки, под свое управление, под свой контроль, когда нужно будет именно давать какие-то распоряжения, указания. Потому что у вас будет какая-то цель в этот день. И несмотря на ситуацию, несмотря на то, что как будет складываться день, вы будете стремиться добиться своей цели. Это как получить какой-то результат, настаивать на своем, кому-то что-то доказать, отстоять свои какие-то права, идеи, может быть, интересы. Быть триумфатором, быть победителем в какой-то ситуации. Это как выиграть, может быть, какое-то дело, выиграть в какой-то ситуации, выйти победителем. Добиться какого-то результата и получить свое, знаете, то, к чему стремитесь, добиться как своей цели. Что еще здесь может быть? В течение дня будете энергичными, будет здесь мотивация, будет много энергии, будет желание и стремление. Ну, здесь вы будете такими суетливыми. Ну, в позитивном смысле, конечно же, потому что здесь вы будете проявлять свою такую вот активность, энергию показывать. Скорпион. Тарта колесница, старший аркан, какая-то поездка, дорога, может быть, куда-то поедете в этот день, кому-то поедете, может быть, может быть, в гости собираетесь поехать, или кому-то, кого-то поедете навестить ненадолго, может быть, это еще путешествие, что-то связанное с транспортом, вопросы транспорта связаны здесь, или, может быть, вы планируете путешествие, как оформление каких-то документов, или на самом деле в этот день куда-то отправляетесь. Еще для кого, кому интересно, это может быть еще что-то связанное с переездом, когда вы меняете место жительства. Это как релокация какая-то. Вот, может быть, в связи с работой или какие-то командировки здесь, или, может быть, вы работаете вахтовым методом, и здесь вот именно как будто передвигаться нужно будет. Что еще? Здесь это когда прогресс, это прогресс и успех в каких-то ваших делах, потому что здесь вы будете брать контроль в свои руки, здесь вы будете управлять, здесь вы будете действовать, здесь вас не остановить, поэтому здесь вы именно будете двигаться вперед, и вы находитесь на правильном направлении вашего пути. Что еще здесь может быть? Самое главное, наверное, по этой карте совет будет, обладайте своими эмоциями, контролируйте их, чтобы они вам не мешали видеть четкий путь, в каком направлении действовать дальше, чтобы вы не реагировали так сильно эмоционально на какую-то ситуацию. Поэтому здесь именно берите все под ваше управление, контролируйте в этот день все то, что вы задумаете, все будет складываться, все будет получаться. Поэтому вперед и только вперед. Стрелец. Пятерка. Пятерка жезлов. Здесь какой-то конфликт, конфликтная ситуация, спора, скандал, может быть, какое-то напряжение, давление от кого-то здесь может быть, потому что здесь вот именно как будто кто-то будет провоцировать на какую-то спору, на какой-то скандал, когда нужно будет отбиваться, защищаться, кому-то что-то доказывать, доказывать, может быть, свою правоту, или, может быть, здесь это еще, может быть, конкуренция. Это такая вот борьба с конкурентами. Или, может быть, еще в позитивном случае это, знаете, когда вы будете принимать участие в каких-то, может быть, спортивных играх, олимпиадах. Но опять-таки здесь каждый человек будет сам за себя. Каждый захочет выйти победителем здесь, потому что будет проявлять свой характер, настаивать на своем, будет упрямыми. И будет пытаться кому-то что-то доказать. И каждый будет говорить свою версию здесь. И если вы рассчитываете на чью-либо поддержку в этот день, вряд ли вас здесь кто-то поддержит. Потому что здесь нужно рассчитывать только на себя. Если можно, конечно, не участвовать в каких-то конфликтах или не поддаваться каким-то таким эмоциям, когда вас будет провоцировать на что-то, если можно сагнорировать это и как бы пройти мимо, то лучше, наверное, сделать это. Иначе здесь просто, знаете, это будет напряжение, вы будете терять энергию, вас будет что-то раздражать, и вы будете выплескивать, конечно же, свои эмоции. Козирог. Двойка. Двойка Пентаклей. Здесь немножечко нестабильная финансовая ситуация, когда придется жонглировать вашими финансами. Потому что, может быть, нужно будет обдумать что-то, принять какое-то решение или выбрать между одним и вторым. Потому что вот здесь вот именно как будто человек должен найти какой-то баланс. Здесь. Или здесь, может быть, вы хотите взять какую-то дополнительную финансовую ответственность на себя в плане кредита или суды какой-то. То здесь, наверное, это нужно делать обдуманно, потому что это не карта риска, и рисковать здесь абсолютно не стоит. Вот. Так что планируйте, просчитывайте все, просматривайте свой бюджет, ваши доходы, ваши расходы, если можно, обсудите это с кем-то, и потом только берите такую ответственность на себя, если, конечно, вы будете брать долг, что-то связанное с банками. Еще здесь может быть, когда вы будете обдумывать что-то, то, что может дать вам как второй источник дохода. Или вы устраиваетесь на вторую работу, потому что здесь у человека может появиться второй источник дохода. Вот. Или здесь просто будете выбирать между чем-то, или приобретать что-то второе. Есть одно, захотите что-то второе. Ну, и в то же время будете задумываться, а надо ли вам это, а хотите ли вы это сейчас, а может быть, вам отложить это на потом. И вот будет вот такое вот немножечко раздумье здесь. Водолей. Карта Ирофант. Карта Ирофант здесь карта мудреца, можно сказать, потому что в этот день вы будете проявлять свою мудрость, давать кому-то какой-то мудрый совет, мудро рассуждать, оценивать какую-то ситуацию, оценивать кого-то в этот день, быть судьей, может быть, да, когда вы вот именно будете выслушивать кого-то, делать какие-то свои выводы и принимать какое-то, может быть, решение. Может быть, вы находитесь в руководительской какой-то должности, и здесь вот именно как будто вы будете оценивать ситуацию и принимать решение. Что еще здесь может быть, когда вы станете наставником, учителем для кого-то, может быть, да, или наоборот, когда вы ищете учителя и наставника, и в этот день, может быть, вы будете общаться с ним, или это, может быть, духовное развитие здесь. Еще здесь это что-то связанное с темами религии. Может быть, вы будете общаться со священником, это, может быть, какие-то религиозные обряды, соблюдать какие-то традиции, системы, законы, может быть, придется в этот день. Это, может быть, еще получение, может быть, какого-то ответа из суда, допустим, вы ждете, здесь, ну, ждали какого-то решения, и вдруг, может быть, здесь будет выдвинутое справедливое решение. Вот. Судья выдвинет какое-то вот решение для вас, допустим, да. Что еще? Может быть, здесь не захотите выйти из зоны комфорта, когда у вас есть уже какой-то определенный метод, и вы не захотите, может быть, вносить какую-то новинку в свою жизнь, потому что предпочтете что-то делать по старинке, по каким-то традиционным методам или системам. Вот. Или вообще что-то касается темы социума здесь, когда вы, может быть, знаете, побоитесь что-то сделать, потому что, может быть, какой-то дискомфорт будет, да, когда вы это хотите делать, потому что что-то это, может быть, это неважно. Например, хотите развестись, допустим, да, и вы здесь будете, может быть, задумываться, а как оценит его это ваша семья, как воспримут это ваше окружение. Может быть, вы находитесь в такой семье, где у вас, может быть, знаете, не верят в развод, и здесь как будто как-то трудно с этим. А вы хотите этого сделать, вы будете первые, может быть, в семье, да, вот, и вы побоитесь, допустим, что вас кто-то осудит за это, или как-то не так поймет, или воспримет в какой-то ситуации. Тема развода, это я просто, к примеру, провела, чтобы вы поняли, о чем суть, что я хочу здесь сказать. Вот, а так что здесь, может быть, разные темы, в зависимости от ситуации, но смысл того, что, ну, не готовы, как бы, или побоитесь, или как-то действуете осторожно, чтобы вас кто-то не осудил, там, что-то не сказал плохое в вашу сторону. Рыбы. Паш. Паш, чаш, известия, новости здесь могут быть какие-то. Рождение ребенка, пополнение в семье здесь может быть. Что еще? Когда нужно будет проявить свою заботу, внимание по отношению к кому-то, присмотреть за кем-то, присмотреть, может быть, за детьми, присмотреть за старым человеком, присмотреть за домашним животным. Что-то будет под вашим присмотром, может быть, да, когда именно нужно будет проявить свои какие-то чувства, любовь, внимание, заботу по отношению к кому-то. Или, может быть, что здесь может произойти, это какие-то новые возможности, новые начинания, в плане того, что какой-то новый творческий проект, будет какая-то новая креативная идея. Может быть, пойдете обучаться чему-то новому, новому мастерству, познакомитесь с кем-то, потому что это какие-то, может быть, новые эмоции, новые чувства по отношению к кому-то. Но здесь вот именно еще как пробовать себя в какой-то новой сфере деятельности, но в то же время быть новичком в этом деле. Что еще? Это может быть какая-то новая работа, связанная, может быть, с какими-то сострадательными профессиями. Это может быть как и няня, и сиделка, и медсестра, и медбрат, или врач, и так далее. Или, может быть, даже воспитательница. Детского сада. Когда вы работаете, может быть, с детьми. Вот что-то такое. Или вы в этот день просто будете присматривать за кем-то. Может быть, кто-то вас попросит присмотреть за кем-то. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.